Всем привет! Перед бритьем сделаю такую вставочку. Видео будет чуть подлиньше. Спор не заканчивается. Это специально для Кондрата. Сегодня вот этим бенгалом бреюсь. Шайбы там естественно. Вот ремень. Вот бритва с упорными шайбами. Вот правка бритва. О чём речь? Речь о том, что подписчик Кондрат написал, что упорных шайб не должно быть. Рукоять должна прижиматься к эрлю плотно, чтобы при наличии вот этих шайб рукоять гуляет, что создаёт неудобство приправки. Я не знаю, какое неудобство. Так, следующая бритва. Это вот будет следующее бритьё. Значит, вот это вот пайп Остенхольм. Тоже упорные шайбы. Справка тоже. Ребята, чего вихляется? Чего болтается? Я не пойму. О чём речь? Какие жареные гвозди? Мало этого, давайте ещё. Вот тестовая бритва. Тестовая бритва. Ну, я её очень редко пользуюсь. Значит, здесь вообще этой шайбы нету. То есть, бритва вообще может вылететь. Вот я её придерживаю. Вот она. Вообще, она никак не держится. Значит, давайте попробуем тоже пройтись этой бритвой. Вот правка. Ребята, о чём речь? Я понять не могу. Что, куда проскальзывает? Кондратушка, дорогой. Что проскальзывает? Куда? Я не пойму. Вот такая бритва. Она правится. Что там? Неудобно. Ну вот, держите и всё. И правите. Куда она вылетает? Я не пойму. Ну, Кондрат, покажи нам что ли. Вот сними. Где чё вихляется? Я не пойму. Где чё бритва? Куда проскальзывает? Ну, правится. Вот все бритвы шайбы. Эта бритва вообще никакая. Вообще никакая. Только что я её правил. Без каких-то там, я не знаю, неудобств или чего-то там. Какие проблемы? В чём проблемы? Итак, мы смотрели вот правку. По поводу шайб. Кондрат, дорогой. Значит, рукоять гуляет в руке. Неудобно. Не знаю. У меня не гуляет рукоять в руке. Не знаю, почему у тебя гуляет. Вот. Я концентрируюсь вот на самой правке и всё. Я там не смотрю, что гуляет. Я держу бритву так, чтобы она никуда не гуляла. Как сказать. Вот. Тут много вопросов таких аналогичных. Вот есть такое бытует тоже мнение. Значит, начинающим нужно ремень подешевле брать сначала. Потому что там первый, там, не знаю, второй ремень порежет. Вот. И даже я мастера, специалиста там смотрел ролик недавно. Вот. Не буду называть, кто это. Его, как бы, хвастается, что он первые три ремня порезал. Жизнь за ерунда. Вот. Вы знаете, я начинал вот от начала и до сегодняшнего. Я ни одного ремня не порезал. Я вообще не понимаю, как можно начинающему или какому там взять ремень и порезать. Как вообще можно ремень порезать при правке. Я понимаю, что можно порезать, если вы невнимательный. Если вы отвлекаетесь, там, смотрите телевизор и правите бритву. Или еще с кем-то разговариваете, что-то там. Думаете о другом. Не концентрируйтесь на деле, которое вы делаете в данный момент времени. Вот это вот можно. То есть делаете одно, думаете о другом, режете ремень. Вот это вот такое может быть. Если вы неопытный, значит, вы изучаете этот вопрос, как править. Делаете движение медленно, спокойно. Ничего не режете никогда. Вот. И потом, когда у вас вот этот вот навык, моторика, все это появится, значит, вы уже прибавляете скорость и вы уже быстрее правите. И тоже не режете ремень. Вот и все. Какие проблемы? Какие резко ремни? Какие рукояти там, куда гуляют? Так. Ладно, все. Философия в сторону. Значит, сегодня бритье бенгал. Каст стил. Состояние очень хорошее. Подозреваю, что бритва не точилась. Значит, выкоять рог. С одной стороны, прессованный, я так понимаю. С другой стороны, такой обычный. Я не знаю, как это. Хорошо это или плохо. Бегал. Каст стил. Замечательная бритва. Геометрия отличная вообще. Вопросов нет. Интересно точилась так. Сталь очень пластичная. Не знаю, лишь бы она чересчур мягкой не была. Так. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...